Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Но вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Моя тема сегодня будет не связана с праздниками. Она будет связана с чем-то другим, нашим сердцем. Я назвал ее «Сердцем построенный дом». Как вы понимаете, каждый, кто строит дом или делает ремонт в квартире своей, он всегда прилагает свое сердце к тому, что он делает. Не так ли? Или я ошибаюсь. Или люди скажут, а, есть какая-то краска зеленая, да, как в бывшем Советском Союзе был дефицит на краске. Ну, зеленая есть, ну, пополам стену покрасили, ну, потому что другого выхода нет. Но сегодня у нас есть тот выбор, и мы прилагаем свое сердце к тому, что мы делаем. И эта тема как раз вот «Сердцем построенный дом». В преддверии череды праздничных дней в нашей стране хочется говорить не о самих праздниках, как я уже сказал, а о нас. Тем, кому небезозличный любой повод повеселиться. Вы скажете, Боже, разве нам нужен любой повод повеселиться? Фактически так. Так как любящим Бога каждый повод приходить в дом Божий всегда является праздник. Услышите? Не повеселиться просто так, иметь любой повод. Но любой повод быть в доме Божьем является праздником. И для таких разницы нет. Для повода, как бы, дай мне любой повод быть в доме Божьем, порадоваться. То ли это собрание, то ли это молитва, то ли это праздник детский, то ли это общий праздник, то ли это ремонт, то ли это еще какая-то репетиция. Дай только повод быть в доме Божьем. Потому что Библия там говорит. «Возрадовалось сердце мое, когда что? Я вошел в дом Божий. Я вошел в него, и тогда сердце меняется. Поэтому я и назвал свою проповедь «Сердцем построенный дом». Шаббат – это очень хороший праздник. Очень хороший повод повеселиться, погрустить немножко, серьезно отнестись к делу. И, конечно же, это очень весьма ответственно. Но и не о Шаббате говорить хочу, а о месте, где он празднуется. Шаббат празднуется в нашем доме, с нашими близкими. Шаббат – это люди, которым мы не безразличны. Шаббат – это наш дом, дом молитвы. Там, где мы его празднуем. Там, где мы ищем повода возвеселить свое сердце, возрадоваться о том, что Бог делает. Многие люди судят об общине, либо о синагоге, либо о храме, православном, либо другом, религиозном месте, как неким местом для идеальных людей. Часто встречаю так. Типа, я еще не готов, я еще чуть-чуть, как бы, ну, не там нахожусь. Когда я стану готовеньким, на готовенькое, тогда я приду на шаббат или там в место, где есть верующие люди. Подсознательно такие люди думают, что место, где собираются люди, то есть называется община, церковь, синагога, это место для идеальных людей. Мы служим Богу, которого приглашаем в наше несовершенство. Хочу обратиться к тем, кто пришли сюда, может, первый раз, и думаете, как оно классно здесь, они поют, святые люди, там поднимают руки, ну, как бы так, неудобно себя чувствую. Хочу сразу сказать, мы приглашаем Бога в наше несовершенство, а не в идеальный, непогрешимый, религиозно-литургический ход служения. Мы приглашаем Бога туда, где мы есть с нашими проблемами. В этом несовершенстве Он дает способность всем нам прогрессировать к лучшему, возрастать в любви к Нему и к Его закону. Через Ишуа, как идеальную жертву за грехи каждого из нас и всего мира, Бог ведет нас к Его совершенству, а не к нашему, как мы привыкли это видеть. И мы, как община, не ожидаем от вас идеального поведения. Как люди, мы понимаем, что мы есть люди, и мы не ожидаем понимания всего того, что происходит тут. Нам хорошо и нормально. Мы не пытаемся убедить вас, что мы идеальны, мы не пытаемся убедить, что мы самые духовные, мы не пытаемся убедить вас в том, что мы самые-самые-самые от начала именно пробуждения от Иерусалима. Мы не пытаемся убедить, что мы основываемся на апостольских принципах, имеется в виду богослужения, скипами и так далее. Мы говорим просто, нам действительно, не безразличны вы, но не ожидаем от вас идеального поведения. Это место для разных людей. И не думайте, что мы от вас ожидаем идеальности, такого духовности. Не надо, знаете, парить теми словами, которые вот вы слышите вокруг, а вы ими не живете. Не нужно делать из себя всезнающего человека, если вы не знаете о Боге буквально совсем ничего. Но надеемся, что вам захочется быть с нами в том, что мы делаем, куда мы двигаемся. Мы стремимся к такому будущему, о котором не стыдно говорить с людьми. Услышите, как верующие люди, мы хотим делиться с той вестью, доброй вестью о своей жизни и стремимся туда, своей жизнью, чтобы о ней, о нашей жизни не стыдно было поделиться с другими людьми. А для этого у нас, и надеемся, что вы присоединитесь к нам, для этого у нас есть членские классы, библейская школа, домашние группы и различные служения. Мы надеемся, что вы присоединитесь, приняв Ишуа Мессию Личным Спасителем, возрастая вместе с нами, вы будете направляться к той цели, к которой мы идем, в нашей жизни. Это некий навигатор, который направляет нас к индивидуальному поиску нашей жизни, нашей цели. Это инструмент, который в нашей общине есть. 90% людей сегодня понимают, что такое GPS. Кто понимает, что такое GPS? Ну, не 90% у нас здесь, конечно, хорошо. Ладненько, я когда так немножко просчитался, надеялся, что все понимают, что такое GPS, но понимают, что... Я объясню так. Если у вас есть мобильный телефон, знайте, что всевидящее око знает, где вы находитесь. Это называется GPS. Позиция ваша, где вы находитесь. И понимая это, мы как-то вот говорим о GPS, как навигаторской карте, которая направляет нас к цели. Это тот инструмент, которым мы пользуемся фактически очень часто. Но Библия фактически есть тот путеводитель, на который мы полагаемся, чтобы достичь нашей цели. Как верующие люди, мы не только смотрим на обстоятельства, ситуации, какие-то еще, как бы события, мы также полагаемся на Библию, которая является истинным Божьим словом, чтобы направить свой шаг. В этом красота есть. Красота верующего человека. Мы были далеки от Божьей милости. И нам нужно было вернуться домой. Там, где многие верующие в Бога будут. Нам нужно вернуться. Цель это, наверное, возможно, самая великая цель, чтобы вернуться к Богу. Чтобы вернуться туда, где мы изначально были запланированы с Ним быть. И все земные переживания, добрые или худые, всего лишь являются инструментом в этой навигации. Вы замечали, что события, которые с нами происходят, они направляют нас. Чем, Библия говорит, чем тяжелее скорбь, тем больше скорбь, тем что? Ближе Богу. Каким-то образом, как только становится плохо, раз-раз подкорректировался, навигатор, и пошел, пошел, пошел. И ты раз чувствуешь, о, я где-то пришел, где-то хорошо. Независимо. Послушайте, мы в технологиях находимся таких, которые дают точные данные. Сегодня мы посмотрим даже в наш геомендарь-центр, который говорит о погоде. И мы точно можем понять, они всегда чуть ли не правы. Все скажут, ну, они всегда так. Но последнее время, а это последнее время, они не ошибаются. Амин? Но независимо, насколько точны навигаторы, если это так понять, что они очень точны, да? Мы всегда бываем в таких случаях, где нам нужно перенавигировать нашу жизнь. Кто из вас пользовался навигатором где-то в поездке, либо даже ища какую-то местность, да? Вот в телефоне это возможно, да? И говорит, направо, налево, вы прошли там, вернитесь обратно, перекалькулировали, вернули вас обратно. Я даже вспоминаю, как я ездил в Германию с одной нашей бабушкой, да? Возил ее. Я понимаю, я ехал по GPS, который говорит, здесь направо, здесь налево, здесь направо, прямо. А она чувствовала, знаете, как она была рядом и, понимая местность, но не зная знаков, которые там находятся и всего то, что происходило на улицах, она говорила мне, так говорит, не слушай ее, а там женским голосом было, не слушай ее, нам нужно направо, направо, там большая площадь, и там знак, который говорит, не проезжать, да? А она меня вокруг просто увезет, а она разозлилась и говорит, GPS, заткнись! Это одна история такая, своего рода. Но все же есть нечто лучше, чем GPS. Есть нечто то, что для нас более комфортно, потому что мы полагаемся на некую цифровую, отточенную, как бы, карту. Есть тот, кто может нам помочь. Это личность человека. Замечались вы или нет, когда вам нужно было подвезти кого-то человека, ну, или подвозите, и он сидит рядом, вы знаете, куда его идете, а он рядышком сидит с такой удовлетворенностью и уверенностью, он говорит, здесь мы пойдем вправо, а через 500 метров пойдем налево. Вот если мы пойдем вправо, там удобнее доехать до моего дома. Знаете, да, такой момент? И я четко понимаю, что самое лучшее, чем GPS, чем путеводитель, путеводитель, который у нас есть цифровой, это личность, которая не только знает, где вы находитесь, да, где вот он рядом, для того, чтобы у вас успокоить, и направить вас, и нужно, он знает, куда нужно ехать, в котором можно повернуть, быть более уверены. Вы согласны с этим, нет? Один из примеров. Кто из вас вообще когда-нибудь брал, или был на экскурсиях в других городах, в Одессе, в Израиле, или в других местах, где вам как бы интересно было что-то увидеть? На экскурсиях были? Как будто мы в Советском Союзе побывали. Треть человек было на экскурсиях, будто никуда не ходили. Друзья, вам, нам нужно сделать экскурсию даже по еврейской Одессе. Вы много чего найдете интересного, да? Найдете. Может, в таком где-то зайдете, нужно будет GPS точно, да? Но если вы были где-то на экскурсии, скажите, пожалуйста, почему персональный гид лучше, чем вот брошюра, которая вот как карта, знаете, где небольшие описания есть? Как вы думаете, чем лучше персональный гид? Чем просто вам вручили карту небольшими, как бы, точками, где какой дом находится, и небольшое объяснение. Чем? Думать не надо, нужно думать, потому что не знаешь, на чем тебя разведут. Потому что это будет намного интереснее. Это будет лично, то есть, это будет персональным вашим гидом. Этот человек с эмоциями, с интересными выражениями может вам объяснить происходящее. Он приоткрывает вам завесу истины, которую вы не знали до этого, например, и были заинтересованы. Этот человек способен не только объяснить, но истолковать вам причины происходящих событий в то или другое время. И можно просто сказать, здесь умер Шевченко. А можно сказать, при каких обстоятельствах, кто был рядом, что происходило тогда, потому что это описано в той и той книге. Понимаете, о чем говорю? То есть, здесь личность, которая объяснит вам, а если вы вокруг, где незнакомая речь, особенно, там может быть, в Израиле, где все говорят на еврите, либо где-то в Европе, Германии, Чехии, в других местах, вам непонятный язык вокруг и знаки, надписи, то ваш персональный гид сможет вам объяснить, что там написано, помочь вам разобраться в направлении, и это очень-очень важно. По этой причине Бог, Которому мы служим, не является чем-то далеким. Потому что очень часто и мир пытается нас убедить в том, что есть какая-то сила, либо какие-то там, зеленые человечки наверху, не те, кто были в Крыму, а наверху. Да? Что там есть какие-то моменты такие, что где-то управляется тем-то. Но лично хочу вам сказать, что мы служим Богу Авраама и Цаха Якова, который является персональным гидом для личного обеспечения наших жизненных событий, чтобы нам показать через Тору, через Брихаташа, Новый Завет, через собрание в его доме, где собирается его народ, через Шаббат и другие общественные события, если мы захотим. Мы можем только взять карту и слепо ходить, но нам нужен тот персональный гид, который направит нас. Он желает быть с народом своим. Наш Бог, Бог Авраама, Цаха, Якова, Ишуа, который является нашим Машеихом, Он хочет быть с нами рядом, друзья. Иногда может быть чувствуется, как будто Он далекий, но Он рядом. Когда мы говорим о Боге Израиле, мы не говорим о неком управляющем свыше, мы говорим о Боге, который заинтересован в нас индивидуально, лично, тот, который персональный гид. Когда мы не можем скоординировать свои последующие шаги, Он с нами, чтобы подсказать. И это мы видим происходило и с Авраамом, и с Ицаком, и с Моше, и с апостолами, с Ишуа. Он говорит, я ничего не делаю, если мой отец не откроет мне. Нам нужны личные тот гид, к которым мы имеем отношения, и Бог этого очень хочет. Когда мы огорчены в своем одиночестве, Он предложит нам ряд выходов. Он предложит нам успокоение и чувство, что Он рядом. Когда, возможно, мы проходим через трудное время развода из-за того, что мы верующие люди, либо трудности через судебный процесс, нам тяжело, Он будет рядом. Когда мы зависимы от наших зависимостей, ведь мы там уперлись на наши зависимости, хочу сказать вам, что Он там рядом. Услышьте, когда мы зависимы от наших зависимостей, Он там рядом сидит. многие религиозные скажут, Рэба, не надо, святое есть святое, Бог святой с нечистым не будет. Не надо нам говорить, потому что Бог свят и не будет там, где безбожники. И давайте проверим, насколько это правда. Псалтир Тегелим 138, 8. Жайду на небо, святое место, ты там. спустился в преисподнюю, в ад. Боже, и ты там. Наш Бог личный, персональный, хочет быть рядом, даже если ты чувствуешь, что ты в кромешной тьме и находишься в абсолютном аду. И Псал Пес говорит, и ты там. Боже, что мне с этим делать? Он хочет быть там, в наших зависимости, от того, что мы зависим. Наступающие праздники очень часто называют сегодня, да, очень важными праздниками. И используют имя Бога. Интересное имя Бога, которое записано в пророческих повествованиях. Ангел, который возвестил Мирьям, это имя записано в пророческом послании Исаии, исполнившейся Матфеем. Исаия 7,14 говорит, «Итак, Сам Господь дает вам знамение, сидя во чреве, примет и родит сына и нарекут Ему имя? Имя? Что это значит? С нами Бог. Мы служим Богу не там, который далеко. Он хочет так быть с народом своим, что нечто делает больше. Говорит, «Я хочу быть с вами!» Бог с нами, а не только со святыми, как мир это пытается всем нам втолбучить. О, там святые, лик святых, о, это были святые люди, ходили с Богом. Бог не с сановитыми религиозными людьми, но с нами. Со всеми, кто верит в Него, кто надеется, что Бог может помочь, кто обращается к Нему. Мне часто говорят, «Рэбэ, у вас типа все в шоколаде с Богом, помолитесь за меня». Есть такие, говорят нашим лидерам, стоят в очереди, говорят, «Только крэбэ, только крэбэ, чтобы он помолился». Я вам скажу так честно, как мне нужна ваша молитва. Как мне хочется, чтобы все вы помолились за меня, хотя бы раз наложили на меня руки, но выживу, я не знаю, от давления такого. Хотя и должно вообще-то призывать пресетеров для молитвы за исцеление, если, конечно, исповедуете ваши грехи, если покаетесь, то нормально призывать пресетеров, нужно молиться. Но моя Библия говорит следующее, Матфея 18, глава 19, стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного». Если даже двое согласятся молиться. Матфея 18, 20, стих. «Ибо где двое или трое собрали во имя мое, там и я посреди, Бог хочет быть посреди нас. Он хочет быть рядом, не только когда вас двое или трое». Потому что Библия говорит, множество примеров приводит, где лично Бог являлся нашим праотцам. Если будем верить, то мы получим. Мы все призваны проповедовать Евангелие и Шоу Мессии в силе. Не только служители. Не только те, которые дерзновением чувствуют, что-то нужно делать. Но мы приходим на место это не только для того, чтобы поговорить. Вот собрание людей. Поговорить и рассказать, что-то про новенького на привозе. Почем у нас килька, тюлька и сардели. Нам не только это нужно поговорить. Но мы собираемся здесь, как эфессианам говорить, для совершения святых, на дело служения для созидания тела Мессии. Мы здесь, чтобы мы принимали образ немножко другой. Насколько же Бог хочет быть рядом с человеком. быть рядом. Потому что наши чувства иногда подводят нас. Мы не знаем и не думаем, что Бог рядом с нами. Извините, я буду говорить, даже когда мы на горшке, наш Бог рядом, чтобы нам все нормально вышло. Есть даже молитвы, такие евреи молятся за это. Слава Богу за то, что сделал все дырки, которые входят и выходят. есть, есть, это нормально. Я хочу сказать что-то особенное, что Бог, помимо того, что Он индивидуально встречался с человеком, ходил вместе с человеком, Его самое большое желание быть с народом, с когилой во множественном числе. Это не было время хорошего благоденствия. Когда первый раз Бог захотел выразить свой план пребывать с народом. Не так, когда они начали процветать, когда они стали быть успешными, но тогда, когда они не имели ничего. Когда они были рабами, Он вывел их, и когда они были в пустыне, Он говорит, я хочу пребывать посреди народа моего. Я хочу, там слово такое, пребывать, опустить свой трон, сидеть, восседать посреди народа моего. И первый раз мы встречаем эту запись из исход 25 глава в 8 стихе и устроят они мне святилище и буду обитать посреди них. И Прихотша говорит, что каждый из нас, верующий в него, является тем святилищем, потому что мы освященные, и Дух Святой внутри нас, а если это так, то мы являемся храмом его, тем местом, которое называется Скиния. И Бог говорит, я хочу быть в Скинии, народа моего. Исход 29 глава, 45 стих, и буду обитать посреди сынов Израиля, и буду им Богом. Исход 29 46 стих, и узнает, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать посреди них, я Господь Бог их. Слушайте, если мы были избавлены от Египта, и Бог желает пребывать посреди нас, посреди словословия, посреди всего народа, не только индивидуально, когда мы дома, это одна часть. Какова причина? В чем была причина Божьего желания быть посреди Израиля? Ведь всем можно было руководить до этого. Он руководил свыше. Некоторыми людьми встречался, общался, с Моше даже сказал, слушай, сними свою обувь, ты знаешь, где находишься. Некоторые общения, но вдруг, каким-то образом, он говорит, я хочу, мое желание пребывать с народом. И Брихаташа, Новый Завет, в лице этого праздника Рождества Христова, он говорит, Бог будет с вами, Эммануэл, с вами будет Бог, Бог с нами. Бог становится причиной их ответов. Единственное, что мне приходит в разум, почему Бог пожелал быть с народом, это чтобы находиться среди их ситуаций, чтобы хорошо знать, что происходит, и быть ответом в их надежде. И как это происходило в пустыне, так же Иешуа слово стало плотью, обитало посреди нас. Эммануэл, Бог с нами. Но интересно, что происходит дальше. Девятый стих, именно 25 главы, говорит, все сделать, как я показал тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Слово скини чаще отождествляется с местом собрания, встречей Бога с человеком, либо с людьми. Деяние апостола, 15 глава, 16 стих, потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит, Господь творящий все это. Он говорит, последнее время я восстановлю скинию не индивидуальный подход к человеку сидеть и быть рядышком с тобой, говорить, это делай, это не делай, хотя это часть этой жизни, но он устраивает свое присутствие, он проявляется среди народа своего и желает быть вместе с нами. Итак, Бог не просто хочет спасти человека или человечество, но быть рядом с Ним, обитать с Ним. Всевышний не просто желает нам дать гарантии спасения через Мессию, но имеет намерение стать нашим личным гидом. Услышите, это очень важно понимать это в жизни. Провести нас через обстоятельства, которые называются жизнь. Иоанна 16, глава 13, стих. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит нас на всякую истину, ибо нет себя говорить будет, но будет говорить, что слышит и будущее возвестит вам. Дух Святой дан нам в нашу храмину, чтобы направить нас, быть личным гидом. Даже способен нам сказать этот Дух Святой, чтобы мы не ухаживали за той или другой бабой. Некоторые не обращают внимания, когда Дух Святой говорит, потому что в голове не то находится. Этот же Дух Святой подскажет не брать кредит, когда нечем оплачивать. Или даже начать работу там, где не всегда хорошо платят. Он хочет направить нас быть персональным личностью внутри нас. Псалом 118 говорит, слово твое светильник ноге моей, свет стезе моей. Он хочет лично направить нас. Второе, что я заметил в этом интересном главе исхода, что жертва, что нужна жертва перед тем, как посесть. Перед тем, как пребывать на постоянной прописке среди Израиля, Бог делает нечто. Мы только что читали исход 25 глава 8 стих, что Бог говорит, я хочу быть посреди народа. Перед тем, как иметь то место пребывания с людьми, давайте посмотрим, что Бог хочет от народа, что Бог желает от всех нас. Он говорит, я хочу быть с вами, но для того, что-то нужно сделать. Спасение, каждый из нас понимает, что мы получили спасение бесплатно. То есть, как в мультике говорят, абсолютно даром. Абсолютно даром. Еще раз, Израиль получил свое спасение, исход из Египта абсолютно даром. Они ничего для этого не делали, кроме того, что постоянно взывали к Богу о спасении. Когда мы находимся в Новом Завете, мы тоже получить наше спасение от нашего Египта, от нашего грехов, мы получили это бесплатно, то есть даром. Но присутствуя его, присутствуя его, в нашей личной жизни, руководство им всегда будет стоить, как это в Танахе было сказано, это в те времена, когда был исход, так и в Новом Завете. И сказал Господь Моисею, 1-2 стих, 25-й главы исход, говоря, скажи сынам Израиля, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вы скажете, а, началось, будем говорить о деньгах. Я не говорю о деньгах, я говорю о нечто другом. На украинском языке мы слышим следующее, тот же самый стих, промовляю до Израилевых сынов и нехай они возьмут для меня приношение от каждого мужа, что даст добровольно его сердце, возьмите приношение для меня. Интересно, добровольно его сердце. И усердие, вот там слово усердие, да, можно так же перевести, как сердце, ум и разум. А на еврейте это слово именно означает сердце всего внутреннего человека, его разум, волю, мысли, желания и эмоции. И вот когда я хочу поставить, пребывать среди народа, хочу что-то сделать, построить себе ковчег, пребывать среди народа, чтобы встречаться, чтобы говорить, чтобы общаться, но чтобы это случилось, а мой план, но перед этим планом сделайте что-то. Сердцем построенный дом, усердие, желание, эмоции внутреннего человека. Бог призывает построить мой дом для того, чтобы не просто встречаться, а пребывать с людьми. Намерение Бога в том, чтобы каждый человек имел возможность пристать и пообщаться с Ним, и не только Моше. Сегодня у нас эта возможность есть через Ишуа Мессия, через Его смерть и воскресение в храме, и та завеса, которая отделяла нас от святого святых, разорвалась от двое, и мы имеем доступ к общению с Богом. Важно понять, что Бог не заинтересован делать что-либо на этой земле без своего народа. Он однажды все идеально сотворил, все было сделано идеально, грех разрушил эти отношения. Поэтому Бог хочет быть с народом, и то, что Он домерен сделать свои планы, Он привлекает в эти планы каждого из нас, и меня в том числе. Его желание было построить скинье собрание по Его чертежам. Но народ должен был принести дары для того, чтобы грандиозное строительство совершилось. Это кагела, это община, это работа. Жертва предшествует плану. Мы как говорили в 8 стихе, как было написано, что Он желает сделать, но нужна была жертва. Сегодня, перед тем, как любой бизнесмен попросит взаем деньги на развитие бизнеса, ему скажут следующее, представь нам свой план твоей работы. Во что мы должны вложить деньги, какой будет итог, если я не прав. Любой, кто просит финансы на какой-то проект, должен сегодня предоставить инвестору конкретный план, что он делает. Услышьте меня внимательно. Божья математика, Божий умысл, промысл какой-то удивительный совсем. И каждый из нас вообще думает, так как мы думаем в мире. Но пока никого не встречал еще, который пришел бы и сказал, знаешь, дайте мне денег, я хочу построить дом. Он говорит, какой? Ну, нарисуем, будем жить. Я не видел, и никого кто бы сказал, я доверяю тебе, построй, и потом надеюсь, что оно будет для меня, ну, как бы сказать, хорошим и мне понравится. Я пока никого еще так не встретил. Что бы ты ни просил, а что бы ты ни просил, финансы, все говорят, покажите нам, как оно будет. Убога совсем другая математика. он просит все принести ему. Он говорит, у меня есть план быть с вами. Но чтобы я был с вами, нужно принести денег. Или того всего, что внутри, тебе кажется, правильно принести. И вы знаете, перечисляется в главе 25, 26, 27, 28, 29, даже 30 глава, 4 главы перечисляется, что ему нужно и для чего. Но перед тем, как план раскрылся, он говорит, принесите мне, доверьтесь мне, все то, что я буду делать, оно будет правильным. Лука 8 главы 8 стих дайте и дастся вам. Меру добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную, ослепит вам в лоно ваше. Бог, какая-то интересная математика. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Подожди секунду. Если мы прячемся, мы сохраним свою жизнь. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелие, тот бережет ее. Кто хочет быть первым, между вами будь. У нас кто первый, хочет всегда первый. Везде. Мы хотим жатву, Бог просит семя. Мы хотим видеть успех, Бог просит семя. Мы нуждаемся в плане на последующее решение, которое у нас в бизнесе. Бог говорит, я хочу от тебя семя. Посеянное семя производит лес, из которого можно будет построить Божий проект. И то, что мы сеем в будущее, в наших общинах, в наших домах, в наших детях, в наших служениях, мы иногда не видим, что будет потом, что поднимется, и что это построит дом Божий, то место, где люди будут спасаться. Есть люди, которые долго-долго ожидают. Они вовлечены в процесс посева, но как-то не сильно уверены в том, что это Бог делает. И они тихонько сидят и ничего не делают, ни в церквях, ни в общинах. Они как бы я за, я за еванголизацию, я за, но я не совсем уверен, что это Бог делает. Они сидят в своих размышлениях, своих пониманиях, да мы хотим, мы хотим видеть жатву, мы хотим видеть пробуждение, мы хотим сделать все, но это что такое? Ребе, это ваши планы? Тогда вы сами их делайте. Нам точно хочется Божьих подтверждений и откровений в последующих планах, и мы просим, просим, а вот тут есть интересный момент, Бог говорит, я хочу быть с вами, но мы что-то должны сделать. И Богу нужна наша вера, в первую очередь, в то, к чему он нас призывает. Без конкретных планов и откровений, наших личных откровений, мы должны верить, верой благовествовать, верой посвящать людей, верой вкладывать в людей, в их развитие и служение, верой вкладывать в дом молитвы для всех народов, в то место, где мы находимся, верой выделять время для строительства, для уборки, для созидания, чтобы прийти, подцепить, проиграть, здесь все сделать, это нужна вера, мы можем вдохновить друг друга, но хочу сегодня сказать, выдохните, скажите, фух, денег собирать не будем, я не говорю о деньгах, я говорю о сердцем построенный дом, где наше сердце, там наше сокровище, если мы строим то место, где люди будут принимать Ишуа Личным Спасителем, будут общаться, будут возрастать, это наше сердце, я говорю сегодня о чувстве, которое называется любовь к его дому, на разном уровне, от наших детей, до наших воспитательных работ, от нашей работы, которая зависит от подмести, у и украсить до евангелизации, где Бог обещает пребывать с народом своим, в таком только месте, не эгоистическом, мое, мне и много, а в том месте, где наше сердце находится, Бог говорит, я буду пребывать, я буду отвечать на ваши проблемы, на ваши сущные ситуации, я буду рядом, говорю о сердце даятеля, чувство, где мы прилагаем наше сердце, наши эмоции, наши переживания, и то, что говорил Бог через Моисея, чтобы люди принесли семя сердечного расположения в дань, чтобы это было и у нас, в том место скинии, люди, где славят Бога, как человек является визуальным присутствием Бога с людьми, и я вам скажу так, люди, которые приходят с улицы, сюда, к вам поклонения, молитвы, они говорят, вау, здесь что-то происходит, построить как человек, чтобы другие знали о нем, нам нужно построить то место нашего собрания, где другие будут знать о нем, в прошлый шаббат вам раздали пасхальные конверты, кто видел, кто смотрел на них, мне когда приходили, а что это такое, что за конверт, что с ними делать, слушайте внимательно, у нас есть, в общине есть традиция, которую мы уже долго-долго следуем, это особенный конверт, пасхальный конверт, и в этом году мы его раздали с особенной целью, помимо ваших десятин или даяний, цедыки, которые вы пообещали Господу, которые вы делаете и отделяете от того, что по Писанию нам указано, мы будем делать немножко больше, чтобы в дни Пасхи, Песаха, мы могли собрать конверт для Дома Божьего, то ли это в Черноморске, то ли это здесь, в Одессе. У нас есть молитвенный дом, у нас есть, и идут там большие-большие перемены, там ремонт идет, я хочу, чтобы в том доме, там люди встречались с Богом, и здесь тоже, я хочу, чтобы в том доме была жизнь, там наши дети возрастали, чтобы это было место возрождения, перемены и утешения для людей, чтобы каждый мог прийти туда, получить ту помощь, которую Бог запланировал в этом городе. Если мы думаем об этом, тогда мы будем откладывать, что-то больше делать. Я призываю вас включиться в достижение людей, достижение тех, которые потеряны, которые должны знать о Боге не где-то там, который за горизонтом, а тот, который посреди нас, который хочет служить им, возлагать руки на больных, и они будут здоровы, чтобы мы действовали вместе, как Кагилам, когда мы делаем естественное в нашей жизни, обыкновенное, каждый день мы делаем одно и то же, ничего сверхъестественного нету, когда вы приходите на собрание, ничего, то есть ехать сюда, это естественно, взять такси, либо маршрутку, либо троллейбус, либо кто-то на своем собственном транспорте, ничего сверхъестественного нету, но знаете, когда Бог призывает нас сделать сверх того, что мы можем делать, сверх, да, сверх, это, например, воскресенье, прийти и помочь нашим братьям, да, там убрать то, что нам нужно убрать в том доме молитвы, который Бог нам дал, дрова собрать, просто, что сделать, собрать дрова на машину, чтобы они отвезли какие-то черномоз, потому что там нужно будет делать отопление, да, там можно будет потом хотя бы полгода отопиться, не утопиться, а тепло, чтобы было в ихнем молитвенном доме, вы слышите, нет? Сверх, сверх, у меня времени нет, сверх, и знаете, что получится тогда? Наша естественная, и Бог говорит, немножко сделать сверх того, что у тебя естественная, и получится что? сверхъестественная, скажите, как это может быть? Вот так, ты когда приедешь домой, ты понял, а Бог-то позаботился обо всем остальном, понял, как ты дрова покидал, говорит, гулит прошел, естественная, Бог говорит, сверху сделай, и получил исцеление, есть таких примеров очень много, но не только могут это делать братья, которые соберутся завтра, да, если соберутся, после моей проповеди, наверное, скажут, да, но мне надо, сверхъестественная, когда мы вступаем в общую работу с Богом, тогда видение, которое у нас есть, оно состоится, но давайте мы не уподобимся тем, которые остались костьми пустыни, потому что то, что я читаю вам, ему и всему есть прелюдия, от 25 главы, как я сказал, до 31 главы, Бог открывает свои планы, что конкретно должно быть, даже выдвигает людей, которые будут этим заниматься, потому что они получили откровения от Бога, планы от Бога, и нужно было, не все имели один и тот же план, чтобы понимали, как оно строится, как оно должно быть, Бог наделяет людей всех естественным, чтобы что-то происходило, в 31 главе, 1 стих, и сказал Господь Моисей, говоря, смотри, я назначаю именно, точно назначаю, именно весело Ила, сына Уриева, сына Арова, из колена Иудина, и я исполню его духом Божьим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством, работать из золота, серебра, меди, из голубой, пурпуровой, червляной шерсти, из крученного весона, резать камни для вставления, и резать дерево для всякого дела, и вот я даю ему помощников, Агулиова, сына Ахисаммахова, и из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел им, Бог уже сказал, но нужно что-то сделать, конкретно, но что-то пошло не так, я же говорил, 4 главы, почти 5 глав, Бог говорит, конкретно, что нужно делать, начинается 32 глава, когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, когда народ увидел, что Ребе не возвращается с поездки из Африки, там еще, Польши, во Франции, где-то еще был, очень долго, зачем на собрания ходить, можно посмотреть в интернете, я таких уже встречал, мне уже говорили, Ребе, когда вас нету, что там делать, сверхъестественно, хотите получить, есть что-то, тогда собрались, корону и сказали ему, встань, и сделан нам Бога, который вышел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли, Египетска, не знаем, что случилось, мы не знаем, что с Ребе случилось, где он там, инфаркт, что-то еще произошло, мы не знаем, а Ром был человеком в Божьем плане, потому что в этих главах перечисляется о нем очень много, он был в Божьем плане, но не в его присутствии, Моисей был в присутствии Бога, получал 10 заповедей, то есть откровения, а Ром находился в планах Божьих, но без присутствия, план без Бога, приводит к кидал поклонству, поэтому нам нужно его присутствие, здесь, на каждом месте, в каждой домашней группе, на каждом собрании, на каждой репетиции, в каждом служении, в каждом шаббате, нам нужно его присутствие, потому что без его присутствия, есть планы, тогда все, что мы делаем по плану, становится идолопоклонством, и сказал Господь Моисею, поспеши сади, ибо развратился народ, который ты вывел из земли египетской, Бог говорит, уже не я вывел, они не верят, что я вывел, они говорят, что ты вывел, скоро уклонились они от пути, которые я заповедовал им, и в секунду, он говорит, вот мой план, 8 стих, 25 глава, я хочу быть с вами, и чтобы это произошло, вот что нужно сделать, я хочу быть с вами, и он говорит, здесь, как скоро они уклонились, от того, что я предлагаю им, я предлагаю себя, быть рядом, персональным, личным, Богом, с ними, вести их, как быстро они уклонились, конечно же, можно читать дальше, но, слушайте, следуйте за духовным, а не за плотским, следуйте за духовным, я не говорю о конференциях, или каких-то еще собраниях духовных, говорю о том, где Бог видит вас, что Бог хочет, чтобы вы делали, чтобы вы участвовали в Доме Божьем, на том уровне, в духовном, даже когда естественно, что вы делаете больше, чем это, оно становится сверхъестественным, следуйте за Божьим направлением, и так ответственный перед народом человек, каждый из нас, мы друг другу подотчетны, мы ответственны друг перед другом, я хочу сказать, как и я, как ответственный перед Богом человек, за духовное состояние общины, за его присутствие, я нуждаюсь в каждом из вас, как вы, может быть, нуждаетесь во мне, как тот, тот, кто руководит, тот, кто ведет, я нуждаюсь в поддержке, в исполнении Божьих призваний для нас всех, это не включается только строительство, либо что-то еще какие-то особенные праздники, это благовестие, это святость, это верность, в этом мы должны быть всегда успешны, исполнение его планов, без Божьего присутствия, приводит к разочарованиям и большим потерям, Еремия 29,11, я уже заканчиваю, говорит, ибо только я знаю намерение, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду, будущее для Израиля было нахождение Бога вместе с ними, и он говорит, как быстро они ушли, я только попросил одно, быть ведомым сердцем, жертвовать тем, что у вас есть, вот внутри, чем вы хотите пожертвовать, может быть, временем, может быть, чем-то особенным, я еще не открыл своих планов, я прошу, чтобы вы сделали, и доверились мне в этом, надежда и будущее находятся в его присутствии, а он решил быть посреди славословия народа своего, он решает пребывать в хвале, в поклонении, все, чем я хочу говорить сегодня, говорил, это начинается с веры, все, чем я говорил, начинается с веры, в то, что Бог предозначил в Ишуа Мессии, для нас быть одной семьей, если мы верим, тогда мы строим, мы строим дом Божий из людей, нашими сердцами, нашим посвящением, нашей любовью, и как Бог желал быть посреди нас, посреди своего народа, поверьте, так и Бог желает, чтобы мы были среди людей, были всегда рядом, тем, кто не знает Бога, те, кто в трудностях, переживаниях, если мы увидим картину, мы увидим Божие откровения, каждый строитель должен с сердцем строить то, что любит, и если вы любите дом Божий, я уверен, что вы будете строить, и естественное станет сверхъестественным, потому что в это вы вклали свой кусочек не только времени, а вашей жизни. я бы хотел бы, чтобы мы все помолились, помолились не о месте в этом доме, о чем-то большее, во-первых, о вере, которую Бог дает нам в нашей жизни, что мы преодолеваем те трудности, в которых мы находимся, в вере, в то, что Бог со мной рядом, даже когда мне очень и очень плохо. Израилю не было хорошо, когда он вышел из Египта. Они были ничьи, сказали, а, сколько золота забрали с собой, что с ним делать в той пустыне? Понимаете, нет? Они вышли нищие, жаждущие, стремились в благодатную землю, обещание, которое было дано Богом, в землю, которую никогда не видели. Возможно, и нам предстоит такое время. То, что Бог нам обещал, да? Может быть, мы никогда не увидим, но можем посеять семя. семя в будущем, семя в наших детей, что то место, где мы собираемся, где есть община, где есть домашние группы, где есть служение, что наши дети, как кедры, как и парисы, они будут взращены в этом доме и они будут держать то видение, которое мы имеем. Те люди, которые придут через пять, десять, а может, двадцать лет покаяния, потому что мы сеяли в малом. Чтобы был закончен храм, нужно было с чего-то начать. А храм строился сорок лет. Бог говорит, я хочу от народа своего приношения от сердца. И я верю это слово каждому из нас. Сегодня, в преддверии всех праздников, я не о праздниках говорю, а говорю о Боге, который призывает каждого из нас. Говорит, я хочу быть с тобой. И я желаю быть с тобой. И шугать, я никогда не оставлю тебя, не покиную. Но мое присутствие будет стоить тебе. Спасение бесплатно. Наслаждайся. Но мое присутствие будет тебе стоить. Возможно, времени. Возможно, это будет что-то сверхъестественное, чего ты, может быть, не ожидал, сделать нужно. Возможно, Бог зато постучит тебе и скажет, слушай, вставай. Вставай, там есть старики, которые нуждаются. Позвони им. Сядь рядом, как я сижу с тобой. Возьми их руку. Помолись за их исцеление. Я верю, когда наша сестра Дорфман придет уже восстановится с коленой той чаши, которая у нее там делала операцию, она расскажет, что она делала в больнице, в которой она находилась. И говорит, Наталья Владимировна, пожалуйста, не делайте комментарии, потому что она везде начинала служить людям. Старикам, которые расслаблены, которые отечность, которые не могут поднять, она ходила, уже будучи над костылем, и говорит, а мне помочь тебе влажными салфетками после памперса вытирать. И говорит, как он любит тебя, как этот Бог наш, Ишио, Мессия, любит тебя. выносила утку со стариками, те, кто не могли, от которых требовали какие-то еще дополнительные 20 гривен. Она говорит, подожди, не давай, да, я помолюсь за тебя, я сама вынесу. Я надеюсь, что он сделает это, придет и расскажет. Каждый из нас может стать таким человеком рядом, в доме Божьем. Нас может либо соединить любовь Божия, либо разъединить любовь к тому, что мы любим больше всего. Возьмите за руки. Я сегодня не призываю к покаянию, не вызываю людей, которые хотят принять Ишиолицу спасителем. Я надеюсь, вы это сделаете и захотите изменить свою жизнь. нет высоты рук приходит спасение от веры в того, кто это прощение дает и свободу дает. Я молюсь за то, чтобы мы переживали опять его, где бы мы ни были, на небесах либо в камешной тьме аду, когда агония терзает нас, когда боль, слезы, плач и рев идет. Он с тобой, он рядом, он хочет быть с народом своим. я это верю и будущее мы строим, потому что он призвал в этом городе, где хочу, чтобы была община, церковь, служение. Хочу, чтобы в этом городе люди узнали, кто я. Ты со мной? Если да, хочу, чтобы ты сделал что-то. Послушай сегодня, что Бог от тебя требует, что Он просит. Сердцем строены в дом. Авинуши Башимаин. Я благодарен тебе, Аба, что ты Бог, который рядом, Эммануэль, Бог, который со мной. И, возможно, я не всегда чувствую это, но я хочу знать это в своей глубине своего сердца. И вся моя жизнь, вся внутренность моя, все, кто я есть и чем я обладаю, все то, что я произвожу и то, чем я дышу. Я хочу быть участником твоего присутствия. Я хочу быть участником будущего, чтобы другие народы взыскали тебя, чтобы тоскине, Давидово, которое падшее, было восстановлено, чтобы руах, который каждому из нас мог говорить нам и направлять нас, чтобы мы были открыты и то, что для нас естественно, ведь ты просто сделать сверх того, что мы можем сделать, станет сверхъестественным не только для нас, но и будущих поколений. действуй внутри нас. Действуй сейчас здесь. Спасибо. 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 Тебе. Спасибо Тебе. Ты здесь, ты здесь, ты здесь, спасибо Спасибо тебе, Господь Ты хранитель ночи Еще мы славим тебя Звезд на небе, вот и огня Спасибо, спасибо, спасибо Ветрами управляешь только ты Во вселенной нет таких, как ты Выше, чем все горы на моем пути Бог наш выше, Он всех выше Сил препятствующих нам тебя найти Бог наш выше, Он всех выше Перенасстаешься в веках Дни мои все в твоих руках В тебе надежда, а тебе мечты Во вселенной нет таких, как ты Выше, чем все горы на моем пути Бог наш выше, Он всех выше Сил препятствующих нам тебя найти Бог наш выше, Он всех выше Все выше, чем все выше Выше, чем все горы на моем пути Бог наш выше, Он всех выше Сил препятствующих нам тебя найти Бог наш выше, Он всех выше Оба, ты выше всех обстоятельств и всех ситуаций. Ты обещал, побывай среди народа своего и сейчас обращаемся к тебе. Как мы есть, ты знаешь все, что внутри и что происходит снаружи. Я прихожу к тебе как к отцу, как дитя искупенное, освобожденное. Я говорю, будь со мной, пожалуйста, в моих обстоятельствах, в моих ситуациях, в моей болезни, либо в моих долгах. Мне нужен ты сейчас. Я обращаюсь, я иду к тебе, прикоснись и смени обстоятельства, А я воздам всю славу, всю честь и хвалу тебе. Приношу, Господь, жертву хвалы моей тебе. Не только устами, Господь, но и своим сердцем. Не только к разговорам, Господь, но всем тем, что я обладаю, потому что четко понимаю, что я зависим от тебя. Прикоснись тем тем, кто лежит на одре болезни. Я молюсь за Наума, особенно, Господь. Ты знаешь, что доктора Господь не очень захватит о том, что у него происходит с сердцем, с его внутренностями. Я прошу, прикоснись к нему, измени его, Господь, состояние его здоровья. За Наталью Владимировну, Господь. Я прошу за тех, кто, может быть, не сказали о своих ситуациях, но прикоснись к домам. Возможно, кто-то смотрит нас в интернете. Господь прямо сейчас во имя Ишу из-за заряда прикоснись к нему. Во имя Ишу. Всякий дух немощи и уныния, особенно дух начарования, да оставит народ Божий, потому что наш Бог, Он выше. Выше обстоятельств, выше ситуаций. И мы не тогда славим Бога, когда у нас все нормально, мы в процветании, а тогда как с дамы ничего не имеем, но всем обладаем. Амыт позор. Спасибо тебе. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание – как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин